В этом зале, за круглым столом, сидящих рядом. И мы не случайно выбрали такую необычную форму нашей встречи, как совещание конференции. Почему именно такое название выбрал оргкомитет? Это просто причина, что, во-первых, мы хотели бы со временем услышать ваши советы и ваше мнение. А второе, мы хотели бы услышать и то, что, возможно, делаете вы в плане недопущения нацизма на планете. 1 августа 1945 года антигитлерская коалиция, которая успешно завершала Вторую мировую войну, прекратила свое существование и преобразовалась в антинацизскую коалицию. В плане того, чтобы не допустить в дальнейшем подобного на планете. Но оказалось, что нацизм, испытав такой мощный удар в лице разгрома гитлеровской Германии, сам по себе прекратил свое существование. Но прошло совсем немного времени, прошло 70 лет, и исключительность стала характерной чертой некоторых стран и некоторых народов. Особенность тоже стала характерной чертой некоторых стран и народов. И понадобилось восстановить движение, антинацизское движение, чтобы мы гордились прежде всего преимуществами, а не отличались особенностями. Вот поэтому в рамках Международного комитета поддержки проведения бессмертного полка, который сформировался и сегодня проходит его третье заседание, мы нашли возможность пригласить представителей дипломатических миссий и посольств с тем, чтобы они непосредственно от нас, от инициаторов этого антинацизского движения и сегодня услышали о том, как мы предполагаем действовать, какие у нас планы. И у вас у каждого есть материалы, там есть порядок, по которому мы предполагаем провести наше заседание, но я бы не хотел его формализовать, я хотел бы его провести в дружеской атмосфере. Меня зовут Валентин Николаевич Халецкий, я председатель Международного общественного движения, народное большинство России, Украины и Белоруссии, по той простой причине, что считаю, что Германия стала Германией только тогда, когда она объединила народ. И до тех пор, покуда русские будут разделены, о могуществе говорить можно только с некоторой поправкой. Таким образом, я думаю, что мы представим всех присутствующих в этом сале, особенно тех, кто представляет дипломатические миссии, я по имени называть не буду, боюсь ошибиться, потому что имена иногда звучат не очень понятно для меня на русском языке, поэтому я могу сказать, что присутствует представитель посольства Терпизии, присутствует представитель посольства Сирии, что для нас очень важно, которое сегодня, наверное, во многом от этого и страдает. Присутствует полномочный и чрезвычайный посол Республики Панамы в Российской Федерации, присутствует представитель Болгарии, бойко мой близкий, приятель, товарищ, присутствует представитель Донецкой Народной Республики, присутствует представитель посольства Венесуэлы, присутствует представитель посольства Бурхана-Басо в Российской Федерации, и присутствует посольства Бурхана-Басо в Российской Федерации, и присутствует представитель Украины, которая тоже имеет отношение к проявлениям подобных, и Российской Федерации, представляющая антифашистский комитет, международный антифашистский комитет. Помимо этого присутствует экс-посол Украины и Фринляндии Челомбитко Николай Иванович, присутствуют члены комитета спасения Кот Юрий Владимирович, присутствует кандидат президента Украины, Олег Владимирович Николаевич, и чего имени я приглашу вас всех на это совещание. Вот. Присутствуют еще представители молодежи, присутствует Сергей Николаевич Бабурин, которого не нужно представлять, потому что многие знают. Таким вот образом, вот таким вот узким кругом мы с вами и начнем наше совещание. Я обратил бы внимание, что наше совещание достаточно оперативное, мы все ценим время, и поэтому я считаю, что в то время, в которое мы зарегистрировали, это до 15-20, мы достаточно постараемся реализовать наши с вами планы, и таким вот образом прийти к тем решениям и результатам, которые в результате наших обменов мнений нам удастся и в том числе и получить. Теперь о материалах. Материалы. Здесь есть положение о Международном комитете поддержки, здесь есть проект положения о Международном антифашистском комитете, и самое главное, в этом положении присутствует такой момент, как перспективы этого комитета. И вот в перспективах там есть три положения, которые нам, кажется, будут особенно интересны всем. Второе. Это то, что касается факта правды. Почему? Потому что особенно в Международных делах ложь приводит к большим-большим глобальным трагедиям. Потому что в данном случае было бы очень неплохо, если бы мы научились не врать. Не всегда можно сказать правду. Второе. Здесь есть проект, концепт государства, заинтересованных граждан. Было бы здорово, если бы все граждане, в том числе и ваших республик, были заинтересованы в своем государстве. Как это сделать, мы попробовали изложить. И самое главное, всегда задается вопросом, а где на это ресурс? Как получить ресурс на то, чтобы это сделать? Так вот, последний пункт этой программы, это работа, которая предложена для номинирования на премию памяти Альфреда Нобеля «Экономика взаимодействия преимуществ». Скажите, пожалуйста, если бы каждый здесь, сидящий за столом, развивал свои преимущества, а не подчеркивал свои особенности, сколько бы мы полезли в двух и двух взрывов. И в частности, мы с вами как личности, и в частности, мы с вами как государство, как народы и так далее. Так вот, переход на новую модель экономики, экономики взаимодействия преимуществ и предлагаем наше с вами совещание. Спасибо. Спасибо.